МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Стройка номер один. Строительство кадетского корпуса близится к завершению. Ими становится в Чебоксарах наградили почетного гражданина. Молодые профессионалы. Чувашская команда успешно выступила на национальном чемпионате WorldSkills. В начале этой недели наш телеканал дал обратный счет до окончания строительства кадетского корпуса имени Кочетова. И мы продолжаем в ежедневном формате следить за работой. О том, что изменилось буквально за сутки, Ольга Пырочкина. Вот за этими новыми партами пока вместо учеников собираются руководители строительных организаций. У них ежедневная утренняя планерка. Сзади меня на доске вместо темы урока пока план благоустройства территории. А вот если выглянуть в окно, пойдемте посмотрим, то мы видим, что уже вовсю идет работа. Между тем, на часах нет еще и 7 утра. Без 10.7 на планерке все в сборе. На повестке дня ежедневные рабочие вопросы. Вовремя ли поставляют материалы? Не выявил ли недоработок покров ли ливень, который прошел этой ночью, как идет установка витражей? Из того, что изменилось буквально за сутки. Вчера на наших глазах начался монтаж светильников в главном корпусе. Вот так фойе корпуса А выглядит сегодня. Завезено и готово к монтажу оборудование для пищеблока. На территории рабочие положили асфальт перед входной группой, забетонировали площадку под брусчатку непосредственно перед входом. Отдел финсера сегодня просыпает? Прошу, да. Я задал другой вопрос. Приступили ли к укладке, Михаил Игнатьев сможет увидеть завтра. Строительство он ежедневно контролирует лично. Буквально через 10 дней все должно выглядеть, как на проекте. Главный архитектор Надежда Рожкова разрабатывала его с учетом концепции, которую еще больше 20 лет назад предполагал зодчий с мировым именем Феликс Новиков. Именно он спроектировал ДК «Трактор строителей» и магазин «Шупашкар» как архитектурный ансамбль. Да, я поддержала этот ансамбль здания в своем проекте. Эту школу я посадила именно на эту ось, которая вот здесь выступает. Она соединяется с таким же выступом на этой школе. На строительной площадке мы обнаруживаем молодых людей. В будущем это профессиональные строители, а пока студенты, которые поступили на первый курс Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Андрей Кушнарев продолжает династию. Я поступил, почему? Потому что у меня семья строителей. Дед строил работу на ЖБК-9, выстроил город. Мы в рамках нулевого семестра, у нас запланировано проведение практики. И вот мы объявили студентам нового набора о том, что мы практику можем провести по благоустройству территории кадетской школы. И кто желает, с нами вместе, с преподавателями, с администрациями, мы выезжаем сегодня, вот на несколько дней, мы выезжаем посменно к помощи этой школе. Многие ребята очень откликнулись. И нам пришлось даже составить график, чтобы в две смены разбить ребят. Желаю хорошего рабочего дня, воздействия, вдохновения и неиссякаемой энергии. Для рабочих, волонтеры, реальная помощь для них самих, первичные навыки и причастность к строительству объекта федерального уровня. Скажите, а вот следующее, когда будете проезжать, да, вот здесь, в городе, в Кадетском корпусе, будьте гордиться, что вы участвовали. Конечно, это все-таки новый корпус. Я помогу. Почти, как ты брать. Такая помощь и организация работы в несколько смен уже дали результат, отметил глава региона. Так что 1 сентября, День знаний, все-таки выйдет на первый план. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика. Впрочем, в хэппи-энд этой истории, то, что 1 сентября в Кадетском корпусе прозвенит звонок, верят не все. Обсуждая эту ситуацию у себя в коллективе, многие наши люди, которые знают не понаслышке о здешней стройке, называли этих горе-журналистов негодяями. Могу, конечно, присоединиться к ним, но это дело уже, наверное, их личное, как относиться к своей работе. Я думаю, наверняка нужно изменить отношения. А если не нравится ситуация с работой, у нас в Чебоксарах, у нас страна большая. Я служил на Дальнем Востоке. Там много мест для приложения сил тем журналистам, которым здесь не нравится. Подготовка предприятий ЖКХ «Энергетики» к отопительному сезону этой теме посвящено Всероссийское селекторное совещание на связи все субъекты нашей страны, Чувашия в том числе. 105 миллиардов рублей или 47% от объемов запланированных региональных бюджетов. Так обстоят дела с освоением денежных средств по стране. В целом по стране жилищный фонд подготовлен на 68%, котельные на 60,5%, тепловые сети на 66%, водопроводные на 67%, электрические на 69%, что соответствует уровню прошлого года. Однако в целом ряде субъектов федерации показатели находятся на достаточно низком уровне. Чувашия к этим регионам не относится. На 1 августа работы по подготовке коммунальных объектов выполнены в среднем почти на 76%. Снизилась общая задолженность организации ЖКХ за потребление топливно-энергетических ресурсов. Все подготовительные работы на объектах ТЭК, ЖКХ и социальной сферы необходимо завершить до 15 сентября. К этому же сроку должны закончить комиссионные проверки с оформлением паспортов готовности объектов социальной сферы жилищного фонда. Что касается теплоснабжающих организаций, то их срок до 1 ноября. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Как будет реализовываться приоритетный проект оздоровления реки Волги в Чувашии, глава региона обсудил сегодня на рабочей встрече с руководителем Верхневолжского бассейнового водного управления Александром Бариновым. Глава региона Михаил Игнатьев отметил, что вопросам экологии в республике уделяется особое внимание. Работа по уменьшению доли загрязненных сточных вод в реку Волга ведется не первый год. К примеру, в Чебоксарах при реконструкции Московской набережной обустроили очистные сооружения. Минприрода Чувашии направила свои предложения для включения в федеральный проект оздоровления Волги. Предложения доставили мы, работаем с министерствами, наступательно действуем. Что будет в окончательном понятии, я еще не могу сказать, но по крайней мере те миллиарды, которые обозначены по каждому году для тех регионов, которые находятся по реке Волга, слева-справа, есть реальные шансы прилижать дополнительные инвестиции. Александр Баринов рассказал, что в сентябре в Астрахани пройдет круглый стол Комитета Госдумы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, во время которого и обсудят самые актуальные вопросы по проекту оздоровления Волги. Почетный гражданин города Чебоксары. Это звание ежегодно присваивается тому, кто внес большой вклад в жизнь столицы Чувашии. Традиционно накануне Дня города удостоверение, лента и нагрудный знак вручается победителю. Эта традиция заложилась с 80-х годов, и первым почетным гражданином был наш земляк, герой Андрей Анатольевич Николаев. Всего у нас 35 почетных граждан города Чебоксары. Это деятели науки, просвещения, культуры, спорта, промышленники и многие другие. Это те люди, которые внесли огромный вклад в развитие нашего города. В этом году список почетных граждан пополнила Крета Лазаревна Валицкая. Она была первым секретарем Чебоксарского горкома Комсомола. Затем возглавляла столичный комитет партии. При ней в Чебоксарах построили парк Победы, монумент Славы, ряд крупнейших предприятий города, скверы и детские площадки. Она работала также министром труда и занятости Чувашии. На вопрос, какое главное качество госслужащего, отвечает, не задумываясь. Я думаю, что порядочность. У каждого госслужащего должна быть порядочность. Когда человек порядочный, он понимает людей, когда принимает людьми, разговаривает. Крете Валицкой уже присвоено звание почетный гражданин города Ядрин и Маргаушского района. Теперь к ним добавились и Чебоксары. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Валерий Резюков, Республика. С его фамилией ему бы мечтать о полетах, но с детства Крылов хотел плавать в море. Юношу подвело зрение, поэтому он решил, раз не управлять кораблями, так строить их. 155 лет со дня рождения Алексея Крылова отметили на родине отца современного кораблестроения. В Парецком районе побывала делегация ведущих российских конструкторов судостроения из Санкт-Петербурга. Вы летает деда, гости званые, до хлеба русского, до хлеба сольного. В лучших традициях хлеб-соль и только затем экскурсия по музею. Впрочем, на родине Крылова судостроители не в первый раз. Дружеские связи с Крыловским государственным научным центром музей поддерживает уже несколько лет. Благодаря Санкт-Петербургу, сотрудникам Крыловского центра, мы понимаем, что Крылов жив. И сегодня жив, потому что он создал школу отечественного судостроения, которая работает на благо не только нашего государства, но и всего мира. Линкоры, крейсера – это владыки Морель. К ним отношения имел Алексей Николаевич Крылов. В этой энциклопедии все сведения с 1910 года по 2005 год. Фактически, это как раз время деятельности Алексея Николаевича Крылова. Мы хотим подарить вам от имени наших моряков вот эту энциклопедию. Спасибо. В составе делегации генеральные конструкторы, адмирал, капитаны первого ранга, сослуженные деятели науки. Люди, для которых побывать на родине основоположника современного судостроения – это честь. Всех объединяет любовь к морю. Хотя море далеко, но вот это имя Крылова, дела Крылова, и вот наша совместная такая дружба, сотрудничество и нашего института, и НТО имя Крылова с жителями Порецкого района, она действительно сегодня вдохновляет и жителей, и нас на новые дела. Сегодня, когда смотришь на подводную лодку, то думаешь о том, что даже покрытие, которое на ней, оно сделано в Чебоксарском научно-производственном объединении имени Чапаева. Мы тесно взаимодействуем с этим предприятием. Порецкий район – центр морской подготовки юно-армейцев республики. Здесь в школе создано два морских кадетских класса. Один из них носит имя Крылова. В Порецком районе его именем названа деревня, в которой мы сейчас находимся. Его именем названы улицы в районном центре, в других селах. Его имя носит кадетский класс Порецкой средней школы. К 155-летию Крылова здесь организовали целый фестиваль. Фольклорные коллективы со всего Поречья воспевали красоту земли, родившей поистине талантливую и незаурядную личность. Таланты, мастерство. Чувашская команда успешно выступила в финале четвертого национального чемпионата WorldSkills в Южно-Сахалинске. Участниками состязаний стали будущие электрики, сварщики, автослесари, плотники, флористы и кондитеры. Чебоксарец Василий Семенов завоевал бронзу в компетенции «Кирпичная кладка». С молодым профессионалом встретился мой коллега Рифат Ваткулин. У людей рабочей профессии стальной характер закаляется с молоду. Взять хотя бы конкурс. Василий Семенов учится на строителя в Чебоксарском техникуме транспортных и строительных технологий. В компетенции «Кирпичная укладка» качество работы оценивалось по ровности, соблюдению толщины швов и положению рядов кладки. Победа молодого профессионала – результат личного таланта и целеустремленности. Задания были сложные. Первое задание было этот корабль сделать, построить. Второе – маяк. Все было связано с морем. И третье задание – колодец. Выполняли из трех видов кирпича. Это коричневый, красный и желтый. Кирпичи ложить очень сложно. Надо ложить все прямо, чтобы по уровню все совпадало и по размерам. Все размеры должны быть по нулям. Ни миллиметра больше, ни миллиметра меньше. Но я этим справился. И вот бронзовая медаль. Конкуренция была высокая – больше 700 участников. Чемпионат WorldSkills – это как олимпиада по профессиональным видам спорта. Только вместо стадиона, например, сторой площадка. К участникам чемпионата предъявляются жесткие требования, а их работу оценивают эксперты со всей страны. Успех Василия – также итог работы коллективов преподавателей учебного заведения. Ираида Борисова – сертифицированный эксперт WorldSkills Россия. У него всегда хорошая черта, то, что он всегда выполняет. У него всегда хороший горизонтальный вертикаль. Отклонений у него практически не бывает. Размерность тоже старается придерживать. Если это 980 миллиметров, оно должно быть 980. До национального чемпионата мы дошли впервые. Потому что, чтобы дойти до национального чемпионата, надо пройти отборочный чемпионат. Раньше в 13, 14, 15 годах мы проходили Привозовский округ. Привозовский округ, а теперь уже отборочные чемпионаты проходит вся Россия. И в этом году у нас в Москве на отборочном чемпионате участвовало 40 участников. Из 40 участников они отобрали 12 участников. На площадке сухое строительство и штукатурные работы участником стал Сергей Ирзуков. Здесь предстояло не только собрать конструкцию, но и проявить творческие способности. Разработать дизайн и с эскиза перенести его на готовую стену. Место получить не удалось, но Сергей не расстраивается. Молодой человек признается, только получил стимул для саморазвития. Когда начинаю строить, мне интересно просто тянет работать дальше. И не могу остановиться. Задания трудные были. Сначала собрать конструкцию, потом поклевать, гипсом работать и фристайл. Чемпионат профессионального мастерства не только повышает авторитет рабочих специальностей, но и помогает молодежи найти себя в жизни. Рифат Фаткулин, Бахтиар Вилеев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова